Мы продолжаем наш разговор и тема наша сегодня Как правильно сказать ребенку нет Наш телефон 737-7310 Звоните, задавайте вопросы, общайтесь с нами и делитесь своим опытом Делитесь своими нет и проблемами, которые связаны Есть такая замечательная фраза у Антона Павловича Чехова Кто не сможет взять лаской, тот не сможет взять строгостью К чему это? Это к тому, что наше нет возникать должно только тогда Когда мы опробовали уже массу каких-то вариантов Варианты мы хорошо, прежде всего, что мы проговорили в первой части Хорошо подумали, прежде чем мы запретили Мы ограничили зону, нет Если это маленький ребенок, мы убрали все те предметы наверх Благодаря которым может быть нет, нельзя, не трогай, не смей Все эти команды, да? Мы подумали о том, что у нас пятиклассник Которому мы не купим телевизор в спальне и будем требовать от него следить за учебник и так далее И очень важное, наверное, такое вот правило Что нет вообще-то, произносить нужно нейтрально Ну да Вот нет не должно быть злобным Нет не должно быть агрессивным Да И с этим связано очень много Потому что через нет ребенок воспринимает вас Конечно Либо это вы произнесли нет И вы в этот момент меня так обидели Ну действительно, если вы скажете нет зло С криком, с визгом То ребенок, мало того, что он испугается Дернет вот таким вот образом Он испугавшись, он подумает То есть реакция будет совсем не та Ребенок подумает, мама меня не любит Не любит Она кричит на меня Какое злое слово Мама меня не любит И вообще, зачем я здесь нужен И так далее, и так далее Оно может привести к самым неприятным мыслям И если же вы наоборот увидели, что ребенок взял вашу помаду Разбил ее и намазал себе шикарные губы И вам очень весело И вы ха-ха-ха-ха-ха Нельзя же такое делать Или вы смеетесь над тем, как ребенок размотал туалетную бумагу по всему дому И устроил железную дорогу из туалетной бумаги Вам тоже безумно весело Ха-ха-ха-ха-ха Этого нельзя же делать Ребенок думает, боже, ну что ж так весело Хорошее слово нельзя Мама смеется Мама так веселится Так я ее дальше буду веселить То есть вы не достигнете того, чего вы хотели достигнуть Не в плане нет злобным и агрессивным Не в плане нет мягким и веселым Нет должно быть Вообще запрет должен быть нейтральным Нет То есть это как некая стенка Нет Это не потому, что я плохая Это нет Это просто нет Это прерывание действия Это нельзя Это прерывание действия И ребенок, когда вы говорите нейтрально, ребенок понимает, что это действительно что-то нужно прервать Он понимает это, но продолжает делать Он говорит, вы мягко Нельзя это делать Нельзя Нет, нельзя И он, предположим, прекратил делать Спасибо Вот это очень важный момент И еще вот в этом прерывании Еще один момент Мы очень часто подставляемся одной фразой Мы родители Мы себя, наверное, и вы верили на себя И я, наверное, себя Я сто раз тебе говорила Вот эта замечательная фраза, которая из уст родителей, бабушек и дедушек Я сто раз тебе говорила И что, получается, сто раз ничего страшного не произошло И сейчас не произойдет Да, так и сейчас ничего не произойдет Что это 99 раз все было нормально И сто раз было нормально Мы сами Почему речь играет огромную роль Почему мы сказали, что родители должны быть внимательны к себе Очень внимательны Как мы говорим Нам кажется, что мы понятно сказали А ребенку непонятно Он не понял Потому что ему полтора Ему три Ему пять И он только-только начинает познавать мир наших договоренностей У нас полно договоренностей А у ребенка пока нет А у ребенка этого нет Мы с вами говорим о ребенке-дикаре Когда он понимает только крик свой Топот свой И физическую силу свою Так он может требовать А вот ваша инсинуация в виде философических заключений Он не понимает Его это абсолютно не интересует И это не есть влиятельным для него Для него это абстрактно, непонятно и даже где-то глупо И вот то, чем вы сейчас как раз и затронули эту тему Что происходит очень часто Вот это мы наблюдали И все, наверное, наблюдали такую картину Когда мама излагает свой запрет Нет, нельзя, не смей этого делать Ребенок подчиняется Потому что мама достаточно агрессивно это произнесла Он отходит в сторону, он это не делает Мама удовлетворена С одной стороны С другой стороны Она как бы даже немножко обижена Потому что ребенок пытался сделать что-то запретное И пауза И все остались в какой-то такой Ну такой некой холодной войне Почему не подкрепить просьбу Вернее, свой запрет потом одобрением Если ребенок подкрепить надо Обязательно спасибо, что ты меня услышал Вот, вот замечательная формулировка Не обидная ни для кого, не уничижительная Спасибо, что ты меня услышал То есть каждый свой запрет подкреплять потом одобрением То есть это фиксируется в голове Это фиксируется в головушке Наматывается Да, это фиксируется в детском сознании И любое, любое ваше Мы уже тоже не раз говорили Я, может быть, скажу вне темы Любая ваша ссора с ребенком Должна обязательно позитивно заканчиваться Это обязательное правило Это правило обязательно Даже для детей Достаточно взрослого возраста Даже женщины для ваших мужей Каждая ссора вообще в вашей семье На глазах у ребенка произошедшее тоже должна заканчиваться Примирением, чтобы ребенок видел, как вы ходите с ссорой Да, 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 в обязательном порядке Но это отдельная Это отдельная передача Это отдельные правила Но оно все равно завязано все на внутрисемейных отношениях И воспитание, и простраивание этих отношений В которых слова нет и запрет И другие слова запреты играют не последнюю роль Они только простраивают и показывают ребенку, как социализироваться Вот в данной, в данном обществе Либо в том большом обществе И как себя там вести То есть это должна быть помощь, а не наказание Конечно Вот замечательная фраза Если ребенок пошел навстречу вашим требованиям Последовал вашему запрету Это неестественно Это акт доброй воли Который нужно уметь замечать и подкреплять Ответным актом доброй воли То есть обязательно Ну а вот эти вот пространные слова Я повторю еще раз После того, как ребенок вас услышал и послушался Поблагодарите его Не обязательно нужно говорить молодец И падать в обморок А точно так же, как вы нейтрально сказали ему нет Точно так же нейтрально скажите ему спасибо И это будет для него очень важно А вот теперь еще один нюанс Который, наверное, в каждой семье существует Это согласование Согласование требований в семье Потому что мама приходит с работы Мама устала И мама хочет быть очень хорошей мамой Потому что она целый день не видела бабушка Ребенка Бабушка целый день как раз видела ребенка И вот тут ребенок говорит Мама, можно мне конфету? Потому что только что пять минут назад Бабушка сказала Достаточно Ты съел сегодня много конфет А тут пришла мама Новый разрешительный момент Можно, говорит мама А тут из кухни выходит бабушка и говорит Ты знаешь, сколько он сегодня съел? Ну еще одну, ладно Ребенок выклинчил себе вот эту одну И поэтому завтра бабушкины запреты Почти не будут действовать Будут никому не нужны Да, от конфеты не так далеко До других, более серьезных моментов А к чему это ведет Наталья Леонидовна? Она ведет к тому, что перед тем, как что-то разрешить При входе в дом Согласуйте свое разрешение С теми людьми, которые уже были в доме В данном случае с бабушкой А сделать это тоже очень легко и просто Мамочка, мамочка, можно мне еще Можно мне конфетку? Да, сыночек, сейчас я спрошу у бабушки Вы сказали да Это не значит, что вы ему разрешили Вообще любое нет должно начинаться с да А дальше уже вы пространно простраиваете фразу, которая будет запрещена Вы не говорите нет сразу Да, я сейчас спрошу у бабушки Можно ли тебе еще одну конфету? И вы подходите к бабушке, спрашиваете Как вот бабушки обращаются? Хотя чаще всего вот этой разрешительной функцией пользуются бабушки Чаще всего бабушки втихаря подкармливают конфетами, булочками Потому что ну это же, ну ребенок же хочет сладенького ребенка Или разрешают поиграть А бабушкам нужно знать бабушки перед тем, как что-то делать Несмотря на то, что это ваша невестка, ваша дочка, зять или сын Спросите, можно ли? И не считайте, что это унижение Вы бабушка, а это родители Они строят запреты А вы им подчиняетесь Это их ребенок А вы им подчиняетесь, либо поддерживаете их с тем, чтобы ваш ребенок был воспитан Ваш внук или внучка были воспитаны Потому что иначе ребенок начнет манипулировать До манипуляции тут практически даже нету полшага Конечно Когда он знает, здесь можно вот это выпросить, здесь можно вот так повернуть Но я сама была замечательным манипулятором Я прекрасно манипулировала между мамой и папой А можно бабушка не разрешает, мама не разрешает, пойду к бабушке Бабушка не разрешает, пойду к дедушке Кто-то из них разрешит Папа просто скажет, да ради бога Вот папа, вы затронули папу Очень часто бывает в семьях, неоднократно слышали Когда родители назло друг к другу У них период конфронтации И вот ребенок становится некой разменной монетой Когда мама не разрешает, а папа наоборот Либо папа запрещает, а мама наоборот Потому что они выясняют отношения между друг другом И ребенок получается некий А ребенок, да, как теннисный мячик Туда-сюда, туда-сюда Но при этом будьте осторожны Потому что вы из вашего ребенка делаете манипулятора и подлизу Вы будете потом страдать от этого Распадется ваша семья после таких конфронтаций Либо нет Плакать будете вы оба И папа, и мама Потому что ребенок теряет, ну, теряет уважение Теряет веру в ваши запреты В ваши обещания И вообще в ваши слова Главное, что он может с вами справиться по отдельности Разделяй властвуй Конечно Разделяй властвуй Поэтому здесь можно даже шептаться с мамой на тему Которая маме будет приятно Говорить ей приятные вещи для того, чтобы что-то выклинчить А вы потом будете удивляться Ах, какой он хитрец Точно так же он будет поступать с папой Потом вы скажете Ах, какой он маленький предатель И так далее Но это вы все сделали своими руками Конечно Вообще, у каждого ребенка мы лепим сами Получаем маленький комочек А потом из него вылепливаем ручки, ножки А главное, голову со ртом и языком Поэтому нужно быть по отношению к ребенку очень честным И по отношению к себе тоже Потому что себе мы очень многое прощаем Объясняю всем И к себе скорее нужно быть более критичным Да, к себе нужно быть критичным И вот то, что Вера Игоревна предложила Составить список запретов Составлять некие свои списки Вот такие Даже в уме Вот за день Что было правильно С вашей же точки зрения И неправильно Тогда вы сможете и подкорректировать У нас звонок Мы слушаем вас Говорите, пожалуйста Здравствуйте 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 Говорите, пожалуйста Ваша тема разговора называется Как сказать ребенку нет? У нас проблема Двухлетний ребенок Абсолютно ничего не понимает Для нее слова нет не существует Лезет на стол Лезет на стол Лезет на телевизор Лезет на холодильник Падает И все равно туда лезет Что нам делать? Вы бабушка или мама? Я бабушка Но они очень далеко Мы с детьми не живем То есть к вам ее привозят? Нет, вообще не привозят Они живут в другой стране Понятно Все понятно Ну как не все понятно Но приблизительно Так сказать схема То есть такие схемы есть Такие схемы мы видели Ребенок У которого слова нет не существует Запретов не существует Он лезет Это может быть темперамент Может быть Но это может быть два года Два года, да Это может быть и, во-первых, темперамент Во-вторых, это может быть вариация На тему того, что я изучаю мир Да, я очень любознательна Я залажу на стул Я покоряю высоты Я покоряю высоты Вот в данном случае Очень хорошо нужно следить за тем Чтобы стол был чист Да Чтобы на столе не было никаких Колющих, режущих предметов Чтобы Наверное, кто-то рядом с ребенком есть Можно ее поддержать А можно Если вы уже сильно не хотите Чтобы она на стул Пусть лезет Потому что ей нужно подниматься на стул Сюда нельзя Посмотрите как Сюда нельзя Здесь стол Здесь едят Объяснили четко Понимаете? Вы объяснили четко Что делают за столом на кухне И вы показали запрет Очень часто после вот таких повторов Здесь я поняла То, что бабушка сказала Что несмотря на какие-то даже запреты Она все равно Вы понимаете, запрет и запретом рознь Мы с вами уже об этом говорили Мама может сегодня запретить Завтра забыть И просто сбросить ее со стола Ничего не сказав Либо вы снимаете ее со стола Говорите на стол Нельзя лезть На стол нельзя лезть И не обращайте внимания На следующую за этим истерику Очень спокойно То есть вдохнуть и выдохнуть И все делать очень спокойно и уверенно Нет, нельзя И невидим и не слышим истерики Да? Да Вот если Но опять-таки Во всем нужна методичность Да, естественно Если это делается методично То тогда это принесет какой-то результат Тогда ребенок подходит к столу и стоит Вы его спрашиваете В моей семье есть два таких ребенка Два мальчика Которые Я их называла гуттаперчевыми Потому что дети, которые Вот бесконечно На телевизор, на подоконник И куда-то У меня сердце каждый раз замирало Мне казалось Ой Ну, пометуя всегда Значит, называется Это не твой ребенок Ты бабушка Есть мама, которая знает, что делает Мама знает, что делает Она четко абсолютно для себя простроила Один раз свалится Второй раз не полезет Вот есть такая система То есть она следит за ними Существует такое психологическое правило Что ребенок должен иметь и отрицательный результат Опыт Да, отрицательный опыт В данном случае это будет падение Но с высоты стула Это не такое уж сильное падение Конечно, если оно упало Ну, как упасть Есть свои нюансы Да, во всем есть свои нюансы Важно, чтобы ребенок Вы ребенку говорили каждый раз Когда вы его видите Вот залазящим, предположим, на стол Нельзя Это стол Сюда лезть нельзя А если ребенок где-то рядом Ты хочешь посмотреть, что на столе Ты можешь сесть к мне на руки И мы посмотрим Вот опять-таки чукотская песня Разговаривать с ребенком нужно больше Причем, вот бабушка говорит Они живут в другой стране В другой стране это тоже очень важно Говорить с ребенком Говорить Разговаривать с ребенком Потому что между его залазаниями Или ее залазаниями на стол Можно много-много информации проговорить И сказать, что на стол Не обязательно вот так залазить Знаешь, вот ты залезла на стол Давай-ка я тебе помогу И вообще все время быть рядом Помогать И тогда, может быть, это не будет Актом вандализма залазания на стол Потом жестким нет и так далее Если ты присоединяешься как бы к игре У нас еще один звонок Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер Я хочу чуть-чуть успокоить эту бабушку Которая только что сидела Нам три года Мы тоже такой период пережили Два года Ровно неделя Я разрешала ему залазить на стол На кухне Он перебирал И в баночке Да, рассыпал чуть-чуть Не без этого Залазил так же Самый на стол Он схватывал телевизор Его нарушить И жесткость Эта жесткость Можно разрешить Он посмотрел Что там ничего интересного Он должен расследоваться Ему дали эту возможность Потому что во взрослом возрасте Это уже не так работает Но в возрасте где-то до пяти до шести лет Это работает абсолютно нормально Оно работает очень серьезно Мяч в комнате Который начинает скакать во все стороны Сносить вазы и так далее Не должен являться запретом Но он должен быть переключающим Мяч Замечательная игра На улице Можно на улице То есть нужно определить сразу взамен место То есть не то, что нельзя А можно, но только так Можно на улице Давай поиграй Давай ты поиграешь Хочешь поиграть с зайцем Или с машинкой Понимаете? Вот вы сделали Вы запретили одно И дали на выбор два Вот это очень важно Во-первых, вы поднимаете его значимость Во-вторых, вы его переключаете с мяча на машинку Нет, он хочет мяч Хорошо Мы мяч с собой берем на улицу Мяч вынесли в прихожую Вон, иди там в прихожую, бей дверь Но хочешь зайца или машинку Давай, смотри И вы продолжаете говорить Чтобы его отвлечь Нужно не просто констатировать факт А отвлечь на длительный Чем больше вы с ним разговариваете Тем, будем говорить, дальше и дальше из его желаний уходит этот мяч А если вы его убрали То действительно он о нем быстренько забывает А если вы еще скажете Посмотри, какая игрушка Он тут же переключится Но это тоже действительно работает где-то до четырех лет Потом уже пойдут вот эти переключения на два И так далее У меня прямо родилось сейчас Вы должны полюбить разговаривать со своим ребенком на его языке Должны полюбить вот это И тогда не будет многих очень проблем Главное не бояться Не бояться Мне когда-то моя бабушка говорила Я тебе вот это Что-то я хотела Но я была еще молодой Только вышла замуж Она мне говорит Я тебе это сделаю Или дам Тогда, когда ты будешь сама с собой разговаривать Когда сама с собой разговаривать Да, со своей внутренней девочкой Не внутренней девочкой С ребенком, который появился Он же еще с вами не говорит Вы с ним разговаривайте И не бойтесь Этим она мне дала возможность Разрешение Разговаривать сама с собой И сняла запрет Это не страшно Это не стыдно Нет, это вообще даже очень увлекательно Теперь, Вера Игоревна Про переключение сказали Гибкость запретов Проговорили в принципе То есть запрет должен Подумали прежде чем Делать какой-то запрет Я же говорю Большая работа родительская Чтобы потом ребенок не вырос Закомплексованным Со словом нету и окруженным И в то же время Чтобы запреты были проработаны правильно Гибкость запретов То есть есть вещи Которые вам просто Вот сейчас И в этот момент И вас это раздражает И поэтому ребенок получает запрет Да Вот Тяжело сдержаться Потому что вы пришли с работы И шумная игра Вам Вас раздражает Существует очень много игр В которых вы будете лежать на диване А ребенок будет прыгать вокруг вас Но это нужно опять-таки Это нужно поработать Это нужно найти эти игры Это нужно придумать Их нужно подержать в голове А вы пришли с работы Уставшие вам не до игр Вот это Но если вы любите разговаривать Со своим ребенком Эти игры всегда будут у вас в голове И вы тут же будете его переключать На эти игры Лежа на диване Или сидя А он будет прыгать вокруг вас И получать удовольствие от общения с вами Потому что они очень легкие И еще один из советов Наверное Это заменять нет, нельзя Синонимами Вот как это можно заменить? Какими фразами можно заменить нет и нельзя? Ну, во-первых, нет и нельзя Когда нет можно заменить словом да Это, конечно, непривычно Но когда Мама, мама, я хочу можно Да, но давай мы с тобой подумаем Насколько это можно Вот вы сказали да Он расслабился То есть вся эта колючесть Если вы скажете нет Сразу будет ежик А так вы расслабили его А дальше пошло ваше нет Но в то же время Давай мы с тобой посмотрим И как это получается И начинаете разговаривать с ним То есть затягиваете в разговор Вы его втягиваете в разговор Втягиваете в разговор В какие-то размышления В какой-то совет Вы как бы советуетесь И вы уходите от слова нет, нельзя От команды, от агрессии И у ребенка не складывается ощущение Что вы такая вот себе злая Ужасная мама Которая все запрещает И все ничего не разрешает Вы обычно, очень часто Вы применяете такие слова Есть, если и почему Эти слова тоже Они сродни запретам Мало того, если и почему Это слова угрозы Поэтому, когда вы начинаете Свои запреты Либо предложения со слова Если Ребенок чувствует себя Точно так же Как будто вы его запретили А нужно тоже заменять И если, и почему Почему Другими словами Потому что один После Если идет то Если ты не то И наказание Почему ты не Потому что то Понимаете Это оба слова наказания Для ребенка Они неприемлемы Поэтому Вот такого плана Нужно Тоже Нужно менять Перестраивать Перестраивать Предложение Вы даете Ребенку Моменты Понимания То есть Мягкого запрета Нельзя Но в то же время Втягивайте в разговор Втягивайте в разговор И в разговоре Вы сами найдете Эти слова Которые Не будут агрессивными И так сказать Ребенок Вы можете с ним Советоваться Но в то же время Запрещающими Важно Если ваш ребенок Немножечко постарше Важно Его выслушивать Вот он прибежал к вам И начинает вам что-то Вот Мамочка Можно мы купим Мне приемник Какой-то там Компьютер Потому что мой Такой-сякой Мамочка Давай купим Мне Выслушали Выдержали Маленькую паузу Ты хочешь Чтобы я купила Тебе компьютер Очень современный Для того Чтобы ты играл В современные игры То есть Вы ту же фразу Перестраиваете Теперь Да От себя От себя Как бы вы продемонстрировали Что вы поняли Я правильно тебя поняла Да-да-да-да А далее уже идет Ваш разговор Мы не можем Сегодня купить Этот Такой компьютер Потому что Ну мама Ну что ты Хорошо А дальше Вот вы опять запретили Нет Мы не можем купить А дальше идет Позитив Хорошо Ты хочешь компьютер Давай мы С тобой начнем Да Копить деньги Часть ты А часть я Или Давай мы это Перенесем То есть выход из положения Есть Да Я придумала Выход из положения есть Я буду каждую зарплату Откладывать такую-то сумму А ты Когда у тебя Вот ты Откладываешь копилку Придумывайте элемент Форму Взаимодействия И игры Вера Ильина Наше время Подходит к концу Мы вроде бы Все я так думаю Вот прямо по пунктикам Разложили Ваши последние слова Телезрителям Любите своего ребенка Потому что Его плохое поведение Это зеркало Плохих условий жизни Вот так К сожалению Родители допускают ошибку Им кажется Что ребенок Будет их слушаться Только потому Что они говорят Правильные вещи А воспринимает ли он Их Как авторитетных людей Этим вопросом Родители Почему-то Не задаются Но изречение Правильных вещей Недостаточное основание Для того Чтобы быть услышанными Чтобы тебя слышали Ты должен быть Для него авторитетом Он должен Так К тебе относиться А вот Как стать авторитетным лицом В глазах Собственного ребенка Мы поговорим Через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин